это ребята робот-пылесос за 500 рублей с алиэкспресса вот только что он ко мне пришел 500 рублей офигеть просто даже чуть меньше пятистал мне обошелся но это не делает его менее ценным без всякой болтовни давайте сразу откроем его посмотрим дам качество упаковки конечно не apple но и цена блин чуть мне кажется он вообще тут не очень здоровый возможно он сломанный интересно чего он может за свои деньги если ты в магазине посмотришь сколько они стоят от пяти тысяч до 150 тысяч робот-пылесос за 100 вот за 145 тысяч за 90 тысяч какие нафиг 150 тысяч пылесос о какой маленький в коробке вообще ничего нет легкий просто невероятно мне кажется есть одна пупурка может только эти 500 рублей стоит сейчас он он на батарейках пылесос на батарейках смотрите у него вот эта бибочка я сейчас вытащу и смогу его включать смотри знаешь что это значит он еще и моющий раз у него вот эта вот тряпочка кто помнит как я заказывал робот-пылесос даркнета вон у меня он там в углу стоит я им кстати пользуюсь довольно таки часто ну почему бы и нет раз купил обошелся мне что-то вроде 17 тысяч насколько я помню и знаете его прикол был в том что он блин реально из даркнета это вроде бы бренд hire но его по факту нет на официальном сайте hire эта модель нигде в магазинах не продается и только кто-то из подписчиков кто-то из вас мне скинул на него ссылку на алиэкспрессе но не просто вот ссылку можно вбить модели найти на алиэкспрессе нифига там надо какой-то китайский ноунейм вообще открыть пылесос полистать цвета модели и только где-то среди них будет вот этот вот брендовый hire такой себе он очень тупой он кстати сейчас подорожал наверное сейчас за 20 точно стоит и вот этот тоже подорожал он стоит сейчас уже 700 рублей рубль стал самой волатильной валютой в мире были даже bitcoin не такой волатильный многие ищут способ заработать от доллара но не нужно жить за границей для того чтобы получать зарплату в долларах даже живя в россии можно изучить инструменты зерокодинга и начать зарабатывать на международных биржах прямо из дома а если вы иммигрировали в другую страну то стабильная зарплата в валюте позволит уверенно себя чувствовать зерокодинг это новый тренд войти по данным международного аналитического агентства гартнер половина всех эти решений до 25 года будет реализована с помощью зерокодинга специалисты сами создают сайты веб и мобильные приложения над которыми раньше трудилась целая команда разработчиков там с раздутым бюджетом подход не требует знаний в программировании подойдет тем кто ищет подработку или даже хочет сменить работу начинающие могут рассчитывать на зарплату от 30 долларов в час не обязательно даже хорошо знать английский можно использовать онлайн переводчики и успешно выполнять проект университет зерокодинга проводит бесплатный вебинар для всех кто хочет выйти на зарубежный рынок айки эксперты поделятся личным опытом и расскажут об основах необходимых инструментах и основных ошибках фрилансеров которые решили работать с иностранными заказчиками в условиях санс на вебинаре расскажут как работать с фриланс биржами сегодня как принимать деньги от иностранных заказчиков и как оплачивать иностранные сервисы из россии регистрируйтесь на бесплатный вебинар и осваивайте перспективную и прибыльную профессию если вы можете написать сейчас комментарий под видео то вы точно сможете изучить зерокодинг и зарабатывать там до 5000 долларов в месяц на фрилансе ссылка будет в описании к ролику так а чё это пылесос то так смотри помялся немножечко самую малость так совсем ничего себе так это косяк знаешь если мне вот так вот придет в таком виде пылесос там за 50 тысяч я наверное его назад отправлю ой а чё-то отвалилось по ходу да так давай для начала откроем вот эту вот часть она по-любому должна открываться фильтр ооо да тут фильтр вот он вообще чего-нибудь собирает ни хепа никакого ничего просто пенальчик с дырочкой и с такой вот сеточкой наверняка он назад все выдувать будет так чека снята оооо какой шустрый ни щеток ничего нет все просто вот он да может свалиться никаких датчиков ничего но он дует он светится синеньким а вот чё отвалилось здесь вот крепление было ведь там дырочка сквозная в общем там болтик провалился и болтается так а чё хоть тут за батарейка стоит надо сейчас открутить эта часть батарейка откручивается как у игрушек может он игрушечный я сейчас посмотрю детский мир я сейчас на яндекс маркете посмотрел игрушка робот-пылесос стоит больше 1000 рублей а этот стоит 500 он дешевле даже игрушки оксаде стоит аккумулятор слушая прикольно можно перезаряжать вот это моющая тряпочка как я понял сотри да просто великолепно вырезана вот так вот кусочки дать лишнее остался после бычу за 500 рублей уже я даже не жалуюсь это 500 рублей о чем речь вообще все нормально 500 рублей я даже не против сейчас этого малыша попробую запустить он поездит у меня пособирает пыль но я вам покажу что он собрал чё но если вообще от него какой-то смысл тряпочку смочил прилепил она уже вон начала отваливаться она прям очень легко слушай отходит блин может и не надо было мочить вообще не понял прикола чё это нафиг такое для чего вот это вот тогда надо ну ладно я еще пока не жалуюсь это все-таки 500 рублей алиэкспресс если он бы стоил десять тысяч вот и я бы тогда охреневал просто он оказался настолько слаб что даже тряпочка которая у него под дном она от влаги провисла и он из-за этого вот так вот крутился на месте вот сейчас он снова так начал он вообще блин бессмысленный абсолютно буквально первые три-четыре минуты и вот он уже себя так ведет и все дело просто в тряпочке нет а в чем же еще тряпочка кстати ну немножко набрала грязи чуть-чуть совсем наверно едва едва ворсинками касалась так что ну не сказал бы конечно что она очень прям хорошо работает вот этот вот пес когда он моет пол так там прям видно что он его мой пусть он тряпкой прям ведет так что там аж след такой влажный остается он мне кстати сломал уже вот эту вот лампу прикиньте алюминий вот этот сваривать сейчас надо сука мой любимый торшер сломал урод из дыркнета бабушка прости меня но я насыпал сахар чуть-чуть до комочек оставлю много сахара нельзя насыпать уменьши дорогой да ты чё ты упорно прям не хочешь ехать на сахар смысле ты чё ну-ка давай жри сахар прям отказываться в чем дело я не понимаю смысл ты алло сахар ешь я чё зря потратил его давай 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 о он не может съесть сахар он наехал на сахар и не может проехать но же его не убирает искусственно интеллектуально конечно он застрял на сахаре след от колеса он его не убрал короче я думаю эксперимент закончился пылесос застрял за шторами все думаете есть в нем какой-то толк 500 рублей робот пылесос видно пыль он насобирал пыль предположительно полный контейнер сейчас посмотрим сколько там это обман оказался казалось контейнер полный но на самом деле он насобирал вообще вообще ничего не ну чё то есть но все меня это причем еще на гладком полу на ком-то ковре я его даже не пытался тестировать сахар не собирает застревает просто в каждой дыре за каждой шториной и ездит он вот так вот по кругу то есть никакой программы там вообще речи нет когда он выключится я так если честно он меня так и не проработал до самого конца наверно он выключится когда батарейка сядет что у него внутри вообще ничего внутри нет он пустой весь полностью если брать даже самый дешевый робот пылесос за пять тысяч то там он явно будет поприличнее есть вообще ничего моторчик как в детской игрушке вот такой маленький прям вот я помню я в детстве еще такие моторчики перепаивал так всяким штукам подключал кнопка с платой второй моторчик чтобы засасывать воздух и все вот он вращается вообще легко здесь никакие механизмы не крутится а значит он просто есть рандомно бессмысленная херня абсолютно максимально самая бессмысленная вещь что я видел наверное в своей жизни потраченные зря деньги китайцы спасибо большое робот пылесос за 500 рублей ссылка в описании ты думаешь если ты бесполезный и бессмысленный вспомни этот робот пылесос и тебе заживется явно легче когда мне надоело смотреть на его жужжание я его поднял с пола переворачиваю смотрю о а он чё полненький что ли а вот здесь то забилось думаю ничего себе он хоть чё то она собирает но оказалось что он вообще полная хрень вот такой вот ребята видос получился тот самый случай когда пупырка в коробке реально полезнее чем ее содержимое ребята спасибо что поставили лайк подписались на канал мы также будем продолжать снимать для вас видосы ну и не попадайтесь ни на чьи уловки особенно на уловки китайцев сейчас иначе мне за вас будет стыдно пока пока